Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! За все Твои милости и щедроты благодарим Тебя, Господи! Прибудь с нами, Владыка, и наставь на всякую истину! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Здравствуй, дедушка! Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Помилуй меня, Господи, по великой Твоей милости и несвященной благости! Слава от Суэй Сына и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты единый вечный Бог, хвала Тебе! Мы молим Тебя, Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все познали Твою божественную любовь, жили не во грехах, а в святости! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Ибо не послал Бог, Сына Своего Иисуса Христа, судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Ибо всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явно были дела Его. Аллилуйя злое не идет к свету, дабы не обнаружились дела Его. Ибо Ты сказал нам, Господи, что тело Ваше храм, и кто разрушит этот храм, того покарает Господь. А человек разрушает его табакокурением, пьянством, наркотиками, развращением и делается повинным перед Богом. Господь сказал нам через святого апостола Павла, Всем нам надлежит предстать на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Участь грешников в озере Огненном, где огонь не угасает и чернь не умирает. Это слово неизменное, и оно непременно сбудется. И надо бы на каждому человеку родиться свыше, получить иную природу духовную, чтобы в нас были те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас и благослови. Хвала Тебе, Иисус! Считаем 49-й Псалом. Бог богов, Господь возглаголовал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который сверх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо судя сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против Тебя. Я Бог, Твой Бог. Не за жертвы Твои я буду укорять Тебя, все сожжения Твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома Твоего, ни козлов из дворов Твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною. Если бы я взалкал, захотел есть, то не сказал бы Тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои. И призови меня в день скорби, я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что Ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста Твои. А сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста Твои открываешь на злословие, язык Твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата Твоего, на сына матери Твоих клевещешь. Ты это делал? Я молчал. Ты подумал, что я такой же, как Ты. Изоблещу Тебя и представлю пред глаза Твои грехи Твои. Уразумеете это, забывающая Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, Бога истинного. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, косни сердце правителей мира сего, ибо строгое взыскание будет с начальствующих, дабы издавали мудрые законы и дали достойную жизнь прожить человеку, дабы из чего было уделять нуждающимся. Косни сердце Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И через них, Господи, сотвори благое для церкви Твоей. Аллилуйя. Ибо уста, рот курящего, делаются демонской кадильницей, говорит Иоанн Кронштадтский. Человек воскуряет в сатане, разлагающейся траву. Да помилует Господь, да призовет нас. Ибо противление Богу на этой земле шревато самыми глубокими последствиями. Мы пришли в это место греха, на дно ущелья тьмы, чтобы возвестить истину Твою. Аллилуйя. Помутненный дымом разум не может здравомыслить. Человек делается злой и непокоривый. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Страна отравлена этим дымом и наркотиками. Никакой блудник, прелюбодей, пьяница, злодей Царствию Божию не наследует. Его ожидают муки вечные в геенском огне с сатаною. Господи, пощади наследие Твое. Мы дети Твои. Благослови нас, Господи. Человек делается рабом греха, рабом травы зловонной и не может избавиться. Потому что его дьявол влечет к погибели. Двенадцать лет жизни отнимает и делает его больным туберкулезом. Господи, Боже наш, спаси, помилуй. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Иного Бога нет, кроме Тебя, Господи. Хвала Тебя. Прибудь с нами. И мысли наши направь к горнему, к вечному. Мы, Господи, на Тебя уповаем. В Твои руки предаемся. Жизнь нашу управь, как угодно Тебе. Наполню ее миром, который давал нам Господь Христос, умерший на кресте за всех. И сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Иго моё благо и бремя моё лёгко. Я кротых и смирен сердцем. Господи, Иисусе Христе, мы приняли Тебя и верим Твоим словам. Как одинок человек без Бога в этом мире. И какой пустотой он обладает. С Тобой, Господи, мы радуемся каждый час, видя Твои чудеса, какие Ты творишь в этом мире. Ты предсказал, что мир закончится, и в великом и страшном огне апокалипсиса сгорит третий час населения, а после будет суд Божий. Но перед этим три с половиной года над всем миром будет царствовать один, Иудей, в Иерусалиме, когда ни продать, ни купить, кто не примет его начертания, на щелой, на правую руку, со знаком 666. «Господи Божий наш, слава Тебе, хвала Тебе, ибо кто поверил слышанному от нас, вопиял еще пророк Исаия. Открой уши людей, дабы слово Твое вмещалось в них, дабы они искали Тебя, принесли покаяние». «Что нам делать, мужи, братья, чтобы спастись?» спросили апостола Петра. И он ответил им, покайтесь, и да крестятся каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. «Аллилуйя!» «Ибо нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Хвала Тебе, Господь! Ибо верующие в Сына Божия Иисуса Христа, умершего за нас на Голговском кресте, даруется жизнь вечная, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавые пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и счист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и с сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгнать все беззакония мои. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отверди меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа младыщественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отмерзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. А благодетельствуй по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодно будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за великие слова царя и пророка Давида, три тысячи лет назад сказанные. Хвала Тебе, наш Господь. И когда больные прокаженные обращались к Тебе, они кричали, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Пощади, Господи, наследие Твое. Мы просим Тебя, благослови нас, Владыка, дабы этот новый день, которого никогда еще не было во Вселенной, был благословенным. И какие бы известия мы не получили, да не смущает наше сердце. И врагов наших, Господи, найди, обрати, пощади, не наказывай их за нас. И в судный день не помяни их безумия и лжи. Будь милостив к нам, Господи. Создай в меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Мы предстали перед Твоим велищем и благодарим Тебя, наш Господь. Честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и живи везде, и вся исполняясь сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны, и очистенны от всяких скверны, и спаси, блажа, души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и Присадь и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык Твой, как изощренная бритва, он у Тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, и зрение Тебя, и сторни Тебя из жилища Твоего, и корень Твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут. Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Буду вечно славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, Господи, ибо оно благо перед святыми Твоими. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милости Твоей, Господи, не отними от нас и благослови. Хвала Тебе, милостерный Создатель! Мы спустились в эти глубины ада, где прелюбодеяние, пьянство, злословие, табакокурение, наркомания царствуют, чтобы людям возвестить о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Иисуса Христа Единородного на казнь, на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Кроме Тебя, Господи, нет иного Бога. И Ты сказал, что всем нам после смерти предстоит предстать на судилище Божие, и каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. Ибо делающий доброе идет к свету, дабы явно были дела его. Делающий злое ненавидит свет и не идет к нему, ибо дела его злы. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо Слово Твое будет судить человечество в последний день мировой истории. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, коснись сердца начальствующих, царей, правителей, ибо справящих будет строгое взыскание. Коснись их сердец, дабы мудро управляли народом. Да дали достойную жизнь, дабы было из чего уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир России, Израилю, Сирии и Украине, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, Господи Боже наш. Ты сам сказал, что третий час человечества сгорит в последней мировой войне. И будет суд Божий, и мертвые воскреснут, и ты воссядешь на белом престоле. И от лица твоего побежит небо и земля, и сгорит земля и все, что на ней. И чтобы этого с нами не случилось, нужно уверовать в нашего Господа Иисуса Христа, принять его святые заповеди, спасительные и вечные. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Коснись сердца молодых людей, ибо если не будет мира, они первые пойдут под нож смерти. Пощади их, откройся им. Мы уповаем на милость Твою. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Богородица Дева, радуйся, обрадула Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа, спаса избавителя душам нашим. Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Дабы любовь Твоя коснулась всех. Аллилуйя! Господи Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Ибо Ты сказал, Господи, не вечно Духу Твоему быть пренебрегаемым. Открой уши тех, с чьих ушей коснется Слово Твое. И помилуй нас, Владыка. К Тебе прибегаем. На Тебя, Господи, надеемся. Милости Твоей не отнимай от народа Твоего. Мы просим Тебя, Владыка, пошли добрых благовестников, миссионеров, чтобы рассказали людям о Христе, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Иисуса Христа, единородного Сына, на смерть, на казнь, ради нас грешных. Дабы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебя, наш Господь. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на силов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделали сравнонепотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели не вразумеется делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлебы, не призывающие Бога. Таму боятся они страха, где нет страха. Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против Тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст все на спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Милости Твоей, Господи, полна земля. Ты сотворил небо и землю, и все, что наполняет их. И поставил человеком, господином над всякой тварью, дабы благоразумно пользовались и хранили, дарованное Тобою. Ты послал нас в эти глубины ада, Господи, в эту тьму кромешную, где разврат, пьянство, табакурение, наркомания, сквернословие, чтобы люди услышали о Тебе весть, что поступающие так на страшном судище будут безответные, они не приняли Тебя, и будут брошены в озеро огненное, в мучения вместе с сатаною, и конца мучения никогда не будет. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь! Милости Твоя полна земля! Аллилуйя! Мы пришли, Господи, в это место, где тьма, разврат, прелюбодеяние, сквернословие, табакокурение, злословие, чтобы людям рассказать о жертве Твоей, Господь Христос, что Ты их зовешь к покаянию. Ибо верующий в Сына Божия Иисуса Христа, в Его жертву на кресте, имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И на суде Божьем Он скажет им, «Отойдите от Меня, проклятые, я никогда не знал вас, лицемеры, вы хотели казаться добрыми». Но Слово Божие говорит, Иисус сказал, «Без Меня не можете делать ничего, всякое доброе даяние от Отца Светов. И кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Помилуй нас, Господи, дабы Слово Твоей Святой Библии достигло каждого сердца. Пошли, благовестников, и на Украине, в России, где такая смута. Пошли, Господи, благовестников, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и к буддистам. Любовь Твоя, да, хватит каждое сердце, чтобы поняли люди, как многое они потеряли, не зная Тебя, Господи, не считая Святой Евангелие и не зная Твои заповеди, они их нарушают, а нарушая погибают. И все от того, что не считают. Боже, саделай воистину Светом Твоим, коснись сердца патриарха, епископа, священников, избавь их от сребролюбия, от греха симонии, чтобы это все делали бесплатно, а жили на святую десятину. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Хвала Тебе, Господь, мы во всем повинны, так многое упустили. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав и меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй.